В микрорайоне 8 Юзе во Владимире назрела необходимость постройки детского игрового комплекса под открытым небом. В новостройках квартиры зачастую покупают молодые семьи с детьми. Район продолжает расти. В социальных сетях уже появились соответствующие просьбы. У нас есть большая территория около института на улице Тихонравова. Возможно ли там обустроить небольшой сквер для детишек? Этот пустырь свободен для городской застройки. Так почему бы именно здесь не построить детскую игровую? Яркие примеры таких мест во Владимире уже есть. По сути, жители Нижней Дуброва хотят видеть в своем микрорайоне такой же яркий и притягательный детский игровой комплекс, как и на улице Чайковского. Здесь и качели, и горки, и детям есть где полазить. Впрочем, в настоящий момент пустырь рядом с финансовым институтом приносит некую пользу. Его давно облюбовали местные собачники. Надо же где-то и питомцев домашних выгуливать. Я живу здесь рядом, в соседнем доме, и на этом поле мы встречаемся с собачниками вечерами. Мы все друг друга знаем, тут в соседних домах все приходят, в соседних дворов. Все собачки гуляют вместе. Хотя такое соседство нравится не всем жителям. Находятся и те, кто устал от собачьего лая за окном. Спальный район все-таки и после работы люди хотят отдыхать. Плюс такой момент, что здесь постоянно выгул собак, это немножко раздражает, это фекалия, еще что-то. Пускай собачатники где-то идут в сторону железки, там выгуливают, а здесь пускай дети будут. Здесь, конечно, требуется площадка, безусловно. Район большой. Детский садик, ясли, так что это нужно. Мы обратились в городскую администрацию, чтобы узнать, какие планы у чиновников на застройку этого пустыря. Быть может, в мэрии планируют отдать землю под строительство торгового центра, ну или воткнуть еще одну высотку. Чиновники это любят. Как культурно-деловую зону, использовать это место как культурно-деловую зону. Одним из вариантов использования, то есть, при некого небольшого сквера, с посадкой зеленых насаждений, установкой малых форм. Но город еще не решил. Укончательного решения пока нет. И, скорее всего, в ближайшее время не предвидится. Взять хотя бы городские планы по возведению культурно-деловой зоны возле вокзала, которым уже 7 лет в обед. Или идея сквера в садах у ДТЮ трехлетней давности. Облагораживание пустыря на Тихонравово, похоже, тоже может оказаться неприоритетным интересом чиновников. И эта территория еще долго может оставаться местом для собачьих встреч. Собака красивая. Собака красивая, да. Можно побывать? Можно. Ему уже 10 лет. А, да? У него 14-го будет день рождения. Правда? Да. Григорий Кошкин и Руслан Павлухин. Шестой канал.